всем привет ребятки вы снова на канале тесла у нас сегодня находки короче в основном мелочи но много-много приготовьтесь будем все смотреть сумка волшебная стоит но тут и без сумки первая находка в коробочке было вот не открывал честно говорю не открывал не смотрел ну какой-то какая-то фигня для ухода за ногтями по смотрите офигеть офигеть даже эта штука ничего новые что смотрите смотрите ребята смотрите смотрите это все на view это на view мне интересно сейчас сам вот это сама штука работать то будет это вот так это для ухода ну для тех кто это новое смотрите еще даже не распаковывалась офигеть надо самое интересное что в сумке еще одна такая лежит так и значит здесь все инструкция по эксплуатации и все такое так значит так и оставляем это так понимаю ну короче не знаю для ногтей попробуем включить загорается да и здесь наверно в одну и другую сторону так вот крутится вот крутится кстати не крутится либо туда нужно ставить эту штуку сейчас попробуем открывается вот эти вот зайка вот эти вот прибамбасы которые они еще вот тоже закрепят твою мать тут все новое почему не крутит она же должна крутиться и или здесь кнопка а вот же еще ребят вот но тоже не крутится странно странно не работает пока я кстати слышу как она это вроде как дергается начинает дергается здесь вот что-то дергается но попробуем давайте откроем и попробуем вставить все-таки инструмент так называем здесь вот их несколько штук разных попробуем вот этот ставить вот так вот и теперь включаем нет не работает вот странно было все в упаковке да в упаковочке все то есть сам этот прибор работает а здесь здесь что-то не идет ладно будем париться оставим пока потому что там еще один есть такой же сумма самое интересное что все упаковочки даже вот тут вот тут вот все сохранилась от пленка на вот здесь включается все здесь как бы работает а вот этого штука вот сам это сама вот эта фигня работать не хочет странно странно здесь можно скоростью ладно оставим я пока выключим ее сейчас я подниму сюда сумку волшебную волшебной сумке сегодня очень много всего есть очень даже хорошие вещи а точнее точнее у нас вот она еще одна такая же да в принципе такая же немножко другой другая коробка а так прибор такой же да ну попробуем сейчас с этой что расскажет здесь кстати прибамбасов нету все кроме вот этих вот самих точилок вентилок этих всяких есть вот здесь лампочка кстати загорается о вот это работа скорость меняется все что и все больше не работает но тоже перестала работать сам блок работает лампочка горит все вроде бы как бы ничего а а вот эта штучка работать не хочет ну поэтому и выкинули не мудрено ладно мы придумаем что-нибудь что это для чего это можно использовать такой блок питания может у кого-то кстати есть есть какие-то соображения по этому поводу для чего можно использовать такой блок питания значит выход у него от вольтажа 17 вольт и максимально 10 10 ватт а это наверное потребляемая мощность короче ни хрена я не врубаюсь ну ладно у кого есть по этому поводу какие-то предложения предлагайте значит сейчас мне нужно будет тряпочка ребятки вот такая была найдена видеокарта видеокарта мокрая потому что была подобрана практически с пола контейнера где уже накапала успела накапать дождиком что это у нас geforce gts 450 вот естественно проверять ее во первых ни на чем во вторых не стоит сейчас она мокрая вся вот ну будем смотреть 1 гигабайт тдр тут отрезана не вижу ну и gts 450 geforce 1 гигабайт короче на ней вложим его сюда вот тут у нас поймался поймался какой-то кабель странный нафиг не нужен я их собираю кидаем вот ну и одна находка ребятка ребятки убойная убойная тоже правда мокрая но смотрите что это это супер нинтендо супер нинтендо буду все сушить досконально потому что эта вещь убойная раритетная и очень даже ценная досконально высушу а потом будем смотреть работает ли значит здесь у нас такие картриджи всяческие самое интересное ребятки вот что вот столько у нас этих картриджей к ним и так что у нас есть у нас есть джойстик к нему я вот кстати взял я говорю все мокрое еще в сумке вот даже еще даже не выкладываться при вас вот он джойстик тоже кстати мокрый все надо вытирать и сушить состояние его конечно нормально вот он такого состояния джойстик а здесь к нему есть где-то этот шостик и где-то здесь к нему должен быть блок питания не знаю вот этот ли да это он нинтендо почему-то перемотанный наверное у него ваке контакт нужно его смотреть сушить смотреть ваке контакты это значит плохой контакт где-то вот это находка зачетная значит у меня здесь получается сейчас организовать такой бардак сильный вот это вот фигня не знаю для чего скорее всего это нинтендо да это подключение к телевизору тоже значит комплектик входит окей хорошо значит ребятки что у нас с картриджами ну так как я в них особо не шарю да вот кстати этот картридж откуда это же какой-то другой я так понимаю от другой игры да как же ты блять открываешься тушать коробочка как открывать такую коробочку скажите мне пожалуйста пиздец на сейчас меня будут угорать скажет не может открыть ну давай теперь уже вылазь вот а это нинтендо геймбокс для него какая-то игрушка но здесь наклейки нету вот ну и геймбокса там кстати тоже не было ну ладно оставим ее здесь значит здесь характер живота не разные всякие здесь есть супер марикар какой-то здесь есть супер марио здесь есть какой-то исланд ну короче короче много чего есть смотрите с него с них капает вода они блять стояли в воде здесь волк мастер короче я в них не шарю ребятки я никогда не болел этими игрушками но знаю что у людей они ценятся вот и особенно ценятся если к ним картриджи есть а тут их оказалось ну блин раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 что так что находка зачетно сейчас я найду для нее хорошее место уберем и продолжим значит ну ладно пока поставлю все это надо очень очень хорошо сушить потому что цельно очень цельная находка и блок питания тоже сюда же чтобы потом искать все сегодня мокрая все буквально все вот смотрите потому что на улице а немецкая зима это дождь значит что у нас здесь здесь у нас какой-то ноутбук маленький мокрый без батареи и без крышки кстати крышка это это плохо а так тут еще и вон что ну да короче тут и нету еще и жесткого диска тут нету еще и крышки с клавиатуры вот такие дела но планка памяти стоит от насчет посмотрим что за планка планка у нас на 2 гигабайта думать чем пока положим не знаю стоит ли с ним заморачиваться но единственное что можно отсюда продать дисплей допустим да если он целый вот а так в принципе заморачиваться с ним нету смысла потому как отсутствуют эти детали вот лаван карты вай фай вернее карта в общем на запчасти ничего не поделаешь так у нас вот такой найден вот иксбокса оригинальный джойстик почему-то самого иксбокс я там не видел дальше дальше у нас батарейки вот кстати не одна так что у нас кстати с тем ноутбуком вот 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 что-то ребятки не подсказывает что одна из батареи должна вот сюда подойти смотрите и она тут если она мокрая высушена короче уже к этому ноутбуку батареи есть этот ноутбук я в прошлый раз показывал так и отложим ее сразу к нему дальше дальше батарея есть вот такая это по моему самсунга пустая дальше батареи есть вот такая потом вот такая белая батарея вот тоже asus и дальше у нас есть вот такая батарея в общем смотрите сколько батарей сегодня нормально батареи сегодня но эти батарейки тоже отложу сторону пока батареи я собираю так как они тоже неплохо уходят ну и дальше значит дальше было две я вот так буду вытаскивать из сумки потихонечку две оперативки но какие-то 256 мегабайт это конечно старенький очень на золото пойдут дальше у нас вот такой sony ericsson все мокрое ребята все сушиться должно вот такой соняется тут у нас какая-то фигня чего-то не знаю дальше у нас вот такой sony ericsson батарея стоит сразу и вытаскиваю вытаскиваю даже sim-карта стоит опущу чтоб вам было больше лучше видно дальше у нас еще один sony ericsson кстати он крышечки крышечка рядом была не от него так здесь на ту же батарею снять все мокрая так еще один sony ericsson сегодня день sony ericsson так что тут у нас какой-то у нас тут зарядка дальше у нас идет один сименс дальше у нас идет еще два sony ericsson а вот кстати вот эта крышечка отсюда вот хорошо берем с крышкой мокрый и вот еще один sony ericsson и батарея тоже стоит вытаскиваю нее но этот выглядит вроде ничего по моему у него здесь что а это динамик вот такой значит sony ericsson и у нас еще есть sony ericsson а это один samsung кстати тоже с него батарейку снимаем такой маленький samsung старинный и и вот такой sony ericsson а вот такой выдвигашка но без крышки крышки нету здесь какая-то фигня попалась а это заглушка от этого от компьютера и вот такой фотоаппарат да sony но это уже древний как динозавр хотя был когда-то неплохим sony и он всего лишь 3 3 мегапикселя жалко конечно так вот их такой ну приличный скажем так серьезный серьезный был карты нет батарея на месте ну не знаю что с ним делать скорее всего его выкинуть туда же откуда ну и все ребят вот столько сегодня мелочей было вот вот к сожалению конечно хороших находок не так много но нинтендо 64 или как она там супер нинтендо это конечно бомба вот вот этот вот пульт пульт мы его проверим оригинальный пульт батарея какая-то она а батарея тут нет здесь обычный вот аккумулятор она вставляет выглядит замечательно и проверим sony ericsson это просто в коллекцию значит пойдут есть люди которые им интересуются все высушу подсушу дальше что дальше вот эта карта тоже значит должна подсушиться и провериться выглядит так вроде бы неплохо здесь в два разъема таких и один разъем hdmi ну по моему какой-то мини hdmi hdmi нормальный hdmi сюда не подойдет мне кажется а может быть я ошибаюсь мне кажется это мини ну ладно не важно все все это отправляем на сушку вот этот ну я не знаю может быть его высушить и так ради прикола проверить все таки карт нету у него не стоят здесь должна быть карта нету dry мегапиксель 3 мегапикселя ну это очень конечно мало и что с ним делать я не знаю ну ладно оставим пока пусть посушится вот ну а вот с вот этими приборами вышла лажа конечно же вот смотрите я его включил он заработал вот теперь перестал работать то есть что здесь что то не то здесь возможно его надо разобрать и посмотреть вот 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 может быть у него контакт плохой да сейчас вот так вот вставим сюда эту штуку вот 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 ну работает крутит вполне прилично крутит ну вот как то не чисто а то что идет то звук какой-то странный то не идет так здесь меняется скорость ага теперь я понял короче здесь можно его по часовой чтобы он крутился это вот так вот допустим здесь написано полярность да вот так он будет крутиться сейчас попробую вот так он крутится против часовой стрелки а вот так крутится по часовой стрелке ну смотрите стал работать почему-то вот сейчас сейчас перестану у него либо кнопка вот тут вот или нет либо еще что-то ну надо смотреть ну по крайней мере вот включается выключается конечно такими можно вещами где у него тут эти вот что такие вещи конечно пригодятся что-нибудь полировать где-то что-то вышлифовывать допустим да не только но не только для ногтей ногти себе там ремонтировать нет можно он причем удобно можно где-то что-то вот так вот вышлифовывать вот такие есть насадки из как бы шлифовальной бумаги да и вот такие есть насадки как бы с алмазным покрытием разные вот ну по крайней мере вот смотрите теперь он включается если мы сейчас возьмем вот такую насадочку допустим оденем вот сюда это как раз сюда да вот ну что тут у меня ногти у меня есть чуть-чуть попробуйте вот вы да чухай хорошо не смотрите на работу короче да найду ему применение конечно а вот второй ну я посмотрю конечно возможно у него тоже там с кнопкой что это не знаю вот сейчас мы включим включен он вот здесь он вроде как бы начинает я вот чувствую он начинает как вибрацию дает первую вот у него двигатель начинает крутиться и перестает крутиться если так вот так он не работает вот так включен и вот он как бы там цак и все сейчас мы попробуем поменяться местами поменять их местами сами эти насадки посмотрим значит здесь от этого тоже он не работает вот я чувствую очень даже хорошо чувствуется как он вроде как хочет крутануться но не идет дальше ну а тут а тут идет вот короче хоть один из них работать будет второе конечно я тоже посмотрю они кстати от разных фирм они похожи очень но от разных фирм каких-то вот здесь вот этот вот сам припор ну кстати здесь есть вот такая штука специально для отвертки чтобы его разбирать туда отвертка вставляется так сейчас мы его вскроем вот видите да кстати а вот я бы и не сказал что прибор видели да он был как бы в упаковке все четко но вот здесь вот пыли много всякой то есть скорее всего он использовался вот и сейчас и так смотрим вот вот видите да у него он где-то был где-то за как бы за стопорен чем-то так так оставим все на место где-то у него он был чем-то перед перед перемкнут не перемкнут а ну как как это сказать по-русски ну за стопорен поэтому он не работал сейчас он должен включаться теперь нормально так вроде мы его закрыли вот видите все кстати он еще не до конца закрыт сейчас мы его закроем хорошо вот теперь вроде бы как бы закрыть ну вот короче они оба работают оба работают нормально только единственное что набор инструментов к нему к ним двоим набор инструментов один вот он вот он все короче маникюр можно делать ну ладно маникюр мы делать не будем а вот а вот этот самый как значит применение ему найдем по-любому два штуки в принципе оба рабочие нормально вот если кому-то надо вот вот такой один если кому-то надо могу да подарить что там будет подарить но оплата на все на этом сегодня у меня все я заканчиваю всем значит вам желаю удачи смотрите видео подписывайтесь чтобы ничего не пропустить ну и ставьте лайки всем удачи и до следующего видео с с с все с с Продолжение следует...